здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики и гости канала в прошлом видео я делала вот такую заготовку в технике боро я ссылочку оставлю в описании к этому видео кто не смотрел мы к ней еще вернемся это будет клапаном для моей сумки а пока мне надо шить сумку я набрала вот у меня куча всяких обрезочков полосочек вот из джинсовой ткани из штапеля это я укорачивала блоску себе летние даже вот следы остались я распорола подшитую часть от рубашки не джинсовая просто ткань но похоже это кусок джинсов которые под подшили я отпорола шов чтобы вот у меня разные цвета были тоже штапель короче собрала вот подобрала вот такие вот расцветочки полосок некоторые из них уже давно валяются видите замахрились некоторые я отрезала вот которые особенно этим флизелином укрепляла они в основном не так давно валялись и начинаю их поочередно сшивать друг с другом вдоль этих полосок сам процесс простой как вы видите просто прямая строчка сшитое полотно выравниваю по размерам так чтобы у меня все края были ровные размеры у меня этой заготовки получились 42 на 34 сантиметра для моей сумки которую я задумала мне надо было сразу всю заготовку флизелином укрепить потому что здесь вот как гармошка она из-за того что много швов но я почему-то сначала разрезала а уже потом только решила что надо укреплять чтобы она более стабильная была не так вот не игралась флизелин это вот такая ткань у которой капельками клея на одной стороне отделана и хорошо прилипает и стабилизирует любую тянущуюся ткань с обеих сторон сверху и снизу пришиваю полоски джинсовой ткани за естественно сначала я скрепляю булавочками чтобы все у меня никуда не смещалась аккуратно все было отутеживаю всю эту красоту и у меня вот получается готова передняя часть теперь я взяла полоску ткани я не мерила особо ширину ну где-то сантиметров 10 наверное а вот в длину она у меня равна ширине моей заготовки для сумки для передней и для задней части я вот так вот поочередно на нее нашиваю маленькие кусочки тканей я мелом отметила у меня эти кусочки ткани будут по ширине клапана идти на этой полоске и я мелом отметила вот эти вот на меточки если вы видели это ширина клапана моего это будет у меня типа хлястика на моей сумке для клапана поэтому я также расшиваю вот этими в технике бору частично вот эти мои лоскуточки после того как все расшила ну все что захотела можно было еще конечно же выравниваю все по размеру складываю пополам вдоль длины и будут прокладывать строчку результате получилась такая трубочка я на две стороны разглаживаю шов чтобы он не был толстый и мне надо вывернуть эту трубочку тут маленький секрет те кто новички не все знают его поэтому я его показываю закрепила нитку суровую на конце своей этой трубочки и вот так вот иголка под собственным весом туда внутрь проваливается вытягиваю и выворачиваю вот так можно легко вывернуть узкую деталь мне конечно с джинсой пришлось немножечко помочь там не сразу на с тонкими скользящими тканями это прям вообще моментально даже гораздо более узкие трубочки очень быстро выворачиваются но вот эту свою свой хлястик я буду пришивать на передней части сумки прежде чем пришивать скалываю и пришивать буду вот такой буквой п все готово у меня задняя часть у меня тоже готова я сделала кармашек там на молнии девочки я не останавливалась на кармашке потому что у меня есть уже видео как вшить карманов на молнии в сумку и я ссылочку оставлю в описании к этому видео прострочила по боковым швам и нижний шов сделала и теперь совмещаю боковой шов с нижним в углу сумки так чтобы у меня вот так вот получилось я скалываю отмечаю где я буду строчить у меня получается ширина одна восемь с половиной сантиметров точно так же я потом сделала и с другой стороны прострочила и уже срезаю уголки припуск и оставляю где-то около сантиметра не мельчу особо вот выворачиваю сумку вот такое получилось дно у меня очень симпатично по моему то что она темная мне нравится то что полосочки не пошли в дно и точно таким же способом я сделала подкладку тоже в ней сделала внутренний кармашек уголки также обработала единственное что я не зашивала кусочек дна чтобы мне потом вывернуть с мою сумку переходим опять к моему клапану будущему взяла кусочек ткани как для подкладки я брала закругляю уголочки потом скалываю все булавочками свою заготовку и иду на машинку спрашиваю после того как прошила припуски подрезаю чтобы они были поменьше особенно вот на округлых частях можно надсечки делать но я просто вот сделала там припуски небольшие совсем получились кто смотрит меня давно знают что я иногда пользуюсь вот такой вот сеткой серпианкой в строительном магазине продается вообще она используется для штукатурки или шпатлевки стен но мне она очень хорошо пригождается когда я хочу уплотнить какую-то часть деталь своего изделия но при этом ни толщины не прибавляется и машинка очень хорошо вообще ее не замечает даже она тоненькая пластиковая с одной стороны клей с другой нету все я ее расправила там и мне надо прострочить теперь сначала проглаживаю конечно надо прострочить по периметру чтобы форму она держала и даже сеточка серпианка чтобы там тоже держалась видите она получается какая жесткая вы уже не раз видели на моем канале как я использую вязальные нитки для шитья вот этот винтик ослабляю на шпульки чтобы толстая нитка влезла и все дальше действую как обычно у меня для этих целей отдельный шпульный колпачок который я использую как раз для таких вот строчек кто меня смотрит давно те знают что я и нитки вязальные заправляю в шпульку и ленточки атласные это все есть у меня на канале вот смотрите получилась вот такая вот от строчка я уже пришила клапан свой и пришел и шлевочки для ремня ремень тоже уже сшила взяла стропу она у меня три сантиметра и ширина джинсовой ткани 7 сантиметров нужно чтобы вот так вот завернуть ее дважды и потом прострочить беру сумку и свою эту подкладку складываю их лицом к лицу одно в другое и совмещаю боковые швы скалываю булавкой то же самое делаю с другой стороны можно также еще и по окружности кое-где сколоть и останется только прострочить по окружности сумки я это уже сделала как быстро да когда видео все раз им готово и через заставленное в подкладке отверстие выворачиваю свою сумку все складываю осталось мне вот зашить вот это вот отверстие вот уже готово и складываю вовнутрь сумки и мне надо вот эту отделочную строчку сделать и эта строчка еще служит чтобы не выворачивалась подкладка на лицо не выходило вот так вот по окружности я все прострочу сейчас девочки как я рада что купила вот эти кольца не нужны ни карабина не вот эти кольца полукольца и они же еще снимаются в любой момент и можно их на другую сумку переставить если какую-то перестал носить смотрите какая получилась красота я очень хотела эту сумку и я очень рада но это для объем я туда роллочек положила я очень рада что она у меня теперь уже есть просто очень довольна тем что получилось я нигде не косячила в этот раз все у меня получилось круто и внешний вид и по качеству она у меня получилось прям крутая если вам понравилось это видео ставьте лайк пишите комментарии я на них обязательно отвечу если вы еще не подписаны на мой канал конечно же не забудьте подписаться и большое спасибо всем кто досмотрел до конца спасибо за просмотр! Продолжение следует...